Привет, друзья! Мы продолжаем обзор джерковой снасти. Сегодня я хочу рассказать вам о джерках, на которые я рыбачу, о поводках и о шнурах. Что же намотать на катушку? Первый мой шнур был PowerPro 046. Он до сих пор намотан на одной из катушек. Довольно-таки бюджетный шнур. На тот момент я был единственным шнуром, который можно было купить в магазине из толстых. Больше других не было. Одинственные плюсы доступность и цена. Шнур очень сильно махрится и, как следствие, очень сильно пьет воду. Рука постоянно мокрая. Поздней осенью это очень сказывается, когда температура окружающей среды там где-нибудь плюс 4 и с мокрой рукой весь день не нарыбатишь. Просто очень сильно замерзает. Я как-то выписал даже шнур с eBay китайский с диаметром, по-моему, что 0,4 или 0,43. Вот. Приехал мне шнурок. По факту он был диаметром, наверное, 0,7-0,8. То есть такая веревка. А я до сих пор сейчас его использую в хозяйственных нуждах. В общем, китайский шнур ни в коем случае не заказывайте. Деньги на ветер. Дальше я купил себе японский шнур у у нитка 0,41. Он идет мультиколор по 10 метров в цвет. Но этот шнур я рыбачу до сих пор. По мне это очень хороший шнур, очень скользкий. Воду совершенно не пьет. Рука сухая. Вот можно будет. Нет. Power Pro 0,46 и 0,41. То есть ни разу в полтора отличаются. Мой совет. Не экономьте на шнуре. Заброс увеличился в дальности, так как шнур скользкий. Прямо летит очень хорошо. Здесь размотка 300 метров. Брали на двоих. Вот я уже два года отрыбачил на катушке. У меня намотан на С4. И как бы до сих пор рыбачу. Очень мне шнур понравился. Что касается поводков. В идеале используют титанные поводки. Вот, например, как этот. Титан не имеет памяти, чтобы вы не гнули его в кольцо, например. Он у вас прямой всегда. Прямой поводок нужен для правильной анимации джерка. Если у вас поводок будет погнутый, то есть при рывках он у вас будет гасить рывки и анимации у вас не получится. Поэтому рекомендуем использовать такие поводки. Единственный момент, они не дешевые. Надо понимать, что они не отрываются, как, например, поводки при джиге, да, где вы рыбачите в корягах. Все-таки шнур держит там нагрузку по 30-40 килограмм. Разгибаются крючки, отламываются ветки. Ну, оборвать жирк. Ну, конечно, есть обрывы, совсем глухие места, но очень-очень редко. Также поводок можно сделать самому. У меня есть самодельный поводок. Я его делал из ортодонтической проволоки, купленной в стоматологическом магазине стоматологического оборудования. Проволока российская, стоила, насколько я помню, рублей что-то меньше 100 за 5 метров. То есть можно их наделать сколько угодно, любой длины. В идеале использовать вместо карабина большое заводное кольцо, чтобы не было потерь джерков, так как с карабинами случается такое. Я так потерял несколько джерков. При забросе джерки большие, как-нибудь там заламывает карабин и открывается. При проводке просто джерк слетает и поплыл на дно. Веса большие, поэтому нужно карабины выбирать очень надежные. Что касается поводков, особо ничего замысловатого нет. По длине смотрите сами, там 30-40 сантиметров, в зависимости от того, кого вы ловите. Если там ловите щуку небольшую, то смысл там ставить полметровый поводок, я думаю, особо нету. Что касается джеркбейтов. В моей коллекции достаточно много различных джерков. Это, наверное, даже неправильно. Такой излишний выбор. Потом начинаются муки выбора, на что рыбачить. Вот. Но я не использую каких-то редких моделей, для каких в основном все такое, можно сказать, ширпотребное. Это Салма, Страйк Про, Зальт, есть Атрапалы. В общем, все, что продается в магазинах, ничего такого у меня редкого нету. Итак, ну, все уже знали. Слайдер. Слайдеров у меня достаточно много. Десятых разных оттенков есть. Натуральные цвета. Вот такие цвета. Вот очень рекомендую. Вот такой вот цвет. Прямо здесь черная спинка и синяя. Особой разницы я не вижу. Но прямо хорошо глянцевая работают. В принципе, все мои любимые цвета по окраске. Тройники меняйте. Здесь мне практически везде поменены. Тройники ставлю Овнеровские. Всегда с собой. Вот. Вот, кстати, последствия зацепа. Была коряга. Сцепился тройником. Оторвал, сломал тройник, но джерк остался у меня. Достаточно сильно побит уже. Слайдеры. Слайдеры, как правило, у меня все тонущие. Есть плавающих немножко. Вот один плавающий. Но это совсем на мелководье. Если глубина меньше метра, трава, то вот плавающие можно по верху провести. Если глубина в метр, то мне хватает тонущего. Я просто палкой делаю рывки вверх. Поднимаю поверхности. У меня было всего пару раз, когда мне не хватало. То есть S-ка, десятка, сильно глубоко шла. Для начала можно взять десятый слайдер. Тонущий. Синкинг. Есть также у меня большие двенашки. В принципе, десятка собирает практически всю щуку. Такое до пяти килограмм довольно неохотно клюет. Вот, наверное, полкилограмма до пяти собирает все. Двенашка уже начинается такая, наверное, от двух хорошо ее кусает и до бесконечности. Вот. У Салма есть у меня еще такие модельки. Есть свипер. Тоже маленько побит. Поверхностный. Так, есть большой такой свипер. Это тоже все поверхностные приманки. Двешков мне довольно много. Я обычно, когда еду на рыбалку, я по месту уже набираю себе в коробку, какие мне нужны. То есть, если там будет мелкая щука до полтора килограмма, где больше не ловится она, я вот такие вещи, конечно, брать не буду с собой. Либо, если я еду на обь и течение, я свипер тоже не возьму. Возьму то, что работает на течение. Так, у Салма у всех модельники меняем, чтобы не было досадных сходов. Теперь, что еще есть? Есть джерки от Зальта. Вот такая вот интересная вещь. Зальт. Плавающая моделька. Вот вся уже она, как я вам тут видно, довольно хорошо уже побита. Проводка очень простая. Потянули, он вниз заглубился и всплывает. Не спеша. А так, как правило, на паузе. Можно им троллить, как Воблер играет. В Зальте у меня есть Зальт Z. Несколько окрасок разных. Это маленькие, есть у меня еще и большие. Но сейчас их с собой нету. Зальт Зам есть у меня такой окраски. У Зальтов очень серьезные тройники. Очень хорошие. Сломать такое вряд ли получится шнуром. Вот Зальты. Чем примечательно, они работают на течении. Вот эти модельки. Их можно смело использовать на течении. Их там колбасит довольно сильно. Щука отзывается на ура. Так, Зальта, по-моему, на столе больше нету. По окраскам ничего не буду рекомендовать. У всех свои вкусы. У кого-то только на кислоту лают. У меня вот очень много кислоты. Кто-то любит больше натуральные цвета. Поэтому, что ваше душе угодно, то и покупайте. Щуки, бывает все равно. Так, вот есть пару джерков от Раппола. Это тоже разловленный. Мы еще новенький. У меня даже в воде не было. X-Rap. Все пятнашки. Так, Post Strike Pro. Ну, конечно, классические вещи. Типа бастия джерка. Не надо даже представлять. Все побитые. Ловит щуку, наверное, от полкилограмма. И до бесконечности. Очень широкое тело у них. Щука хорошо реагирует. Есть самая большая модель. Big Bandit. Она уже мелочь отшибает. То есть щуку до килограмма старается его не трогать. Если у вас там одолевает мелочь, например, когда вы хотите именно ловить крупную щуку. То вот такая вещь, мелочь. Маленько отбивает. Strike Pro, Strike Pro. Второй Buster Jerk. Он по размеру чуть поменьше. Его можно использовать на некоторых палках. На бочных спиннингах. Так, есть вот такой поверхность у меня. С гремушкой. Плавает поверх, только в карандаш. Честно, не помню, кто его кусал. Поверхностная приманка на активную щуку. Такая окраска. Эта вещь у меня для течения X-Buster. В коробке лежит недавно. Ничего на нее сильно не ловил. В этом году планирую ее хорошенько разловить. Сменные хвосты у нее. С погремушкой. Должна хорошо работать. Так, есть у меня еще такое чудо от Strike Pro. Это вот такой поппер. Размер у него, если сравнить с Buster, у Buster даже поменьше. Такого размера поппер. Плюхает просто невероятные плюхи у него. на активную щуку. Но пока я с активной щукой не встретился, которая бы смогла у нее покуситься. Несколько раз пробовал, пока он не разловлено лежит. Но очень хочу его разловить. Как я уже говорил, обычно с собой на водоем беру, набираю коробочку, там несколько джерков, по настроению, и на них ловлю. Потому что все взять, просто нет возможности физически таскать. Есть у меня такая особенность, как фетиш, так называемый, когда начинаете скупать приманки, которые даже возможно никогда на воду не попадут. Но надо, чтобы они были. Душа требует. Также, вдобавок ко всему, у меня есть коробочка, скажем так, джерти лайт. Сейчас покажу. Это в основном все у меня на окуня. Щуку предпочитаю ловить на более крупные приманки. Но все равно не кусаются щуки. Вот окуневый у меня слайдер семерочка, плавающий. Но щуки все равно его грызут. Я рыбачу на эти мини-джерки, скажем так, на кастинговую палку, на обычную. Не джерковую. Но проводка все то же самое. Маленькие рывки. Если вы хотите прийти к джеркам, понятно, что ваш или не ваш, я уже повторюсь. Покупаете бэби бастера на обычную удочку. Ставите поводок в струну. Либо можно взять опять-таки титаны. Вот есть маленькие поводки титановые. На разрыв они килограмм до девяти. То есть тоже эффекта памяти не имеют. И в принципе ловите. Осваивайте. Когда поймете как ловить. Поймете насколько это уловистая штука. У вас появится желание попробовать настоящие джерки. В настоящем размере. И вы придете уже к серьезным приманкам. К серьезным трофеям. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Попозже будет видео с рыбалок. Сейчас у нас пока не сезон. Запрет. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok